Итак, курс называется «Данные представленные. Математические основы методов анализов результатов физического эксперимента». Данная лекция вводная. Поговорим о цифровых технологиях и общих принципах анализа различных сигналов. Если одномерные сигналы, будем называть их просто сигналами, многомерные сигналы и, в частности, сосредоточимся на изображении как особый тип сигналов в различных естественных науках. Данный курс составлен для аспирантов физического факультета МГУ, но подойдет всем естественно научным специальностям для тех, кто хочет разобраться, как применять математический аппарат, к конкретным задачам. Задачам именно обработки результатов эксперимента, обработки данных реальных, физических, которые могут получиться в физическом эксперименте или в другом-другом эксперименте. Поэтому данный курс скорее не о математике как таковой, не о выводах каких-то формул, а именно о прикладном способе использования математического аппарата, такого как фурье-анализ, фильтрация, к конкретным задачам, конкретным сигналам и об особенностях способа получения сигналов и обработки определенных сигналов. Сегодня вводная лекция, в которой мы поговорим о сигналах, но прежде чем говорить о физическом сигналам, говорим просто издалека о том, что вообще такое сигнал, зачем он нужен и собственно об информации, которую он дает. То есть начнем с темы информации, сообщения, сигнал. И собственно цель любого физического эксперимента, как любого научного эксперимента, это получение новой информации, новых сведений, новых знаний об изучаемом объекте, процессе или явлении. Здесь я сознательно не буду давать вам определение информации, поскольку это такая всегда более общая категория, поэтому любое определение, оно будет строиться из менее общей категории, чем информация. Поэтому будем понимать информацию как какие-то неизвестные нам ранее знания о каком-то физическом явлении, например. Соответственно, если мы говорим об информации, мы понимаем, что есть какой-то источник информации, который может как-то менять свое состояние пространства и его времени, и это изменение мы можем зафиксировать, то есть получить эту информацию. Соответственно, что интересного в информации, это то, что это не материальная категория, при этом, как и материальный объект, его можно преобразовывать, когда мы говорим об обработке информации, ее можно хранить, хранение информации, то есть запись информации, физической или просто в голове можно держать эту информацию, и перемещать или передача информации тоже как физический процесс. Причем самое интересное, что если в отличие от физического объекта, если мы передаем информацию, то в источнике она не исчезает. В отличие от какого-то физического объекта информация как бы дублируется. Если мы ее переносим от одного обычного источника к приемнику, в источнике она обычно не исчезает. Соответственно, информация не существует без обмена ей, то есть смысл информации, что она передается от источника к приемнику, как мы говорим, просто если она не передается, то ее не существует. Соответственно, у нас есть всегда какой-то источник информации, есть канал передачи и есть приемник информации. Мы пока еще говорим об информации как о нематериальной категории. При этом в процессе приема передачи информация всегда может изменяться. А именно, всегда в канале передачи могут возникать какие-то помехи и шум, это случайные изменения. И с этим это всегда нужно учитывать при проведении любого физического эксперимента. То, что у нас есть источник какой-то изменяющийся, и пока он проходит канал передачи, это неизбежно будет, что будут случайные изменения информации. И далее можно проводить детерминированные, так называемые, изменения с информацией, то есть обрабатывать эту информацию. Соответственно, процесс перемещения информации называется связью от источника к приемнику. Это направленный процесс. Связь, собственно, это то, что существует, что сделало человека человеком. Так сказать, возвысило его на ступенях эволюции. То есть один человек всегда был недостаточно силен, так сказать, относительно тигра или льва. Но люди в совокупности своей, за счет вот этого процесса связи и передачи информации, они как раз стали, собственно, homo sapiens. Если углубляться так глубоко. Ну, мы так глубоко не будем уходить в данном курсе, это просто как заметки на полях. Значит, информация передается за счет связи, и связь – это направленный процесс. То есть мы можем говорить как об односторонней связи, как в данный момент, да, у нас, я даю информацию, вы получаете информацию, да. Может быть, да, как называемая обратная связь, процесс направленный, да. Например, если мы говорим о каком-то, да, семинаре, о дискуссии, это будет там обратная связь. Это, значит, двусторонняя связь. В любом случае, процесс направленный либо туда, да, либо обратно. Вот. Соответственно, сведение о состоянии источники информации, переданное, да, оно называется сообщением. Предназначенное для передачи – это сообщение. Опять же, сообщение – это все еще не материальная сущность. То есть это какое-то сведение об источнике информации. Так вот, собственно, что есть материальная сущность, да, которая вот передает это сообщение, которое является источником информации? Это как раз и есть сигналы. И вот сигнал – это уже материальное воплощение сообщения для использования при передаче, переработке и хранении информации. Это вот уже у нас такое определение из советской энциклопедии. Оно достаточно обобщенное, да, то есть любое материальное воплощение сообщения. Как пример можно вот представить такую картину художника Райта 1858 года, да. Дама размахивает белым платком. Белый платок – это, да, материальное воплощение сообщения, которое она там хочет передать, не знаю, там, своему там возлюбленному, который вот под башней где-то стоит, да. Но мы, поскольку, да, занимаемся и говорим конкретно углубленно о физическом эксперименте, то мы под сигналом будем понимать физически, что это изменение физической величины, несущая информацию, кодированную определенным способом. Так? То есть одно и то же сообщение при этом может быть реализовано в виде различных сигналов. То есть какая-то физическая величина может меняться и передавать нам информацию. Причем одна и та же информация может быть передана любым изменениям физической величины. Ну, да, конкретнее будет понятно, да, на примере, допустим, мы хотим передать информацию о температуре воздуха в помещении. Как это можно сделать? С одной стороны, да, мы можем нарисовать график или фиксировать зависимость в реальном времени, температуру от времени. И вот если нам нужно сказать, что сейчас на улице температура 25 градусов Цельсия, мы можем показать точку на графике, это будет сообщение, которое передает нам информацию о точке на графике. Да, можно записать в виде просто цифры 25 градусов Цельсия. Можно сфотографировать градусник, на котором будет показана шкала, где вот 25 градусов. Можно передать текстом, да, плюс 25. Причем эта же информация, да, этот же сигнал можно передать различного вида сообщениями. То есть те же самые, да, 25 градусов, можно отстучать азбукой Морзе, можно, опять же, сфотографировать, да, можно передать устной речью, да, за счет звуковых колебаний. Это будет опять разный тип сообщений. Соответственно, еще раз, что сигнал – это материальный носитель информации об изменении какого-либо физического явления. И, соответственно, этот материальный носитель может быть разным, и физическое явление может быть разным. Например, если мы говорим об изменении погоды, да, физическое явление, то мы можем, например, фиксировать изменение температуры, можем фиксировать изменение давления, можем фиксировать изменение влажности, да. Звуковая волна распространения может фиксироваться, например, изменением давления, А может, как на пленке аудиокассете, фиксироваться каким-то изменением магнитного поля. Интенсивность цвета по фотографии может быть градациями серого представлена, может быть представлена каким-то еще образом. В общем, тут очень-очень много разных каналов, по которым можно одну и ту же информацию передать изменениям различных физических явлений. Соответственно, уже сигналы, которые материальные и которые зарегистрированы на каком-то материальном носителе, называются данными. Если мы просто физически реально наблюдаем изменение какого-то давления или температуры, но это никак не зафиксировано на материальном носителе, это еще не данные, это просто сигнал. Когда мы говорим о словосочетании данные эксперимента, имеется в виду именно это. Это сигналы, зарегистрированные на материальном носителе. В обработке сигналов у нас тема — это именно математический аппарат анализа данных экспериментов. Но обработка сигналов — это не только анализ. Обработка сигналов вообще делится на две такие большие категории — это анализ и синтез обычно. Вот анализ связан с пониманием, передаваемым сигналом информации. То есть анализ информации — это анализ сигналов, понимание, что этот сигнал несет, какие у него свойства, например. И второй элемент обработки сигналов — это возможность синтезировать сигнал. То есть это создание сигнала, несущей заданную информацию о явлении. Например, если мы когда-то зафиксировали какое-то физическое явление, например, на пленке, можно ли, зная, что мы видим на этой пленке, потом, например, на компьютере, создать такое же изображение? Или, например, сигналы из космоса, то, что у нас отправляет. Или радиолокационные сигналы. Это все относится тоже к понятию синтеза сигнала. Но синтез сигнала невозможен без предварительного, так сказать, анализа сигнала. И о синтезе мы тоже немножко поговорим на этом курсе. Соответственно, остановимся немножко на передаче информации. Собственно, это такой сейчас, в нашу эпоху, в эпоху, можно сказать, переизбытка информации, это носит такой достаточно важный характер. Все развитие науки, если посмотреть, оно было связано с тем, как можно ускорить этот процесс передачи информации от человека к человеку. То есть непосредственно прогресс был связан с этой необходимостью, была постоянная необходимость именно в том, чтобы увеличить скорость этой передачи. Соответственно, если мы говорим о какой-то древности, то с древних времен, по-моему, самый простой способ передачи информации, это физически, то есть вещественно-предметной. То есть взять информацию, зафиксировать и передать, так сказать, уже, допустим, какую-то запись. То есть, например, это книги, различные носители. То есть, понятное дело, что первый источник такой всеобъемлющей информации был именно в книгах. То есть, как физические носители, их можно было передавать и так далее. Если говорить про дальние расстояния, то это почта. Вот такая картинка почты России. Собственно, вот это вот в какой-то момент, когда надо было передавать на дальние расстояния, сначала это были гонцы, еще в древних временах, потом уже повозки, лошади. Вот это вот этапная, эстафетная передача информации, в принципе, она так до сих пор существует. Если мы говорим о конкретной физической почте, то есть сейчас вместо лошадей, понятное дело, там у нас самолеты, поезда. Но принцип остался тот же самый. То есть это чуть быстрее, но все равно процесс именно передачи физического источника. При этом, да, если мы говорим о передаче информации, кстати, можно говорить и о хранении информации, как тоже о передаче информации. То есть передача как о хранении во времени. То есть, собственно, как даже сейчас, вот какая-то наша оперативная память, оперативная память компьютера, она, собственно, все равно устроена в том, что одна и та же информация, она перезаписывается в разные части, постоянно движется. То есть, на самом деле, хранение и передача тут практически синонимы, если мы говорим об информации. То есть, хранение – это та же самая передача во времени, скажем так. Значит, почта, книги, ну, понятное дело, да, сейчас у нас цифровые данные, это USB-накопители, но это все равно, да, физический, физический процесс передачи. Можно флешку передать физически, и вот будут у нас какие-то данные. Да, если говорим далее, больше полно, например, эндокринно-иммунная система тоже работают как вещественные сигналы, да, то есть, в отличие от нервной системы, которая работает импульсами, да, эндокринная, иммунная система выбрасывает, да, гормоны, да, нужные или различные, да, как вырабатывается, да, иммунный ответ на то, чтобы дать сигнал организму, что вот, да, вот тут конкретно нужно, да, вот сделать что-то, вот тут у нас чужеродная, да, бактерия или вирус. Вот, это все именно вещественный способ передачи информации, да, ароматические молекулы говорят, там, нам, да, животным, что, там, не знаю, пища испорченная или там, что, наоборот, там где-то чисто, где-то не чисто, вот это все можно, да, так сказать, понять именно вещественно передавая, да, ароматические молекулы. Наличные деньги тоже можно считать вполне вещественно-предметным способом передачи информации, поскольку сами по себе бумажки, да, они ничего не представляют собой ценности, как то, что это информация о том, что вот в данный момент вы имеете право, да, на приобретение какой-то вещи, да, за вот это вот, то есть, а сама бумага, собственно, не имеет той информации. Это именно способ передачи информации о том, что вам это доступно или недоступно, да. Но понятно, что вот этот способ, он не может быть быстрым, то есть, даже при нынешних, да, технологиях все равно есть, да, какая-то потребность в том, чтобы передавать сигналы быстрее. И, в принципе, это понятно, то есть, да, то же самое человеческое общение, оно происходит не на вещественно-предметном уровне, да. Да, наш речевой аппарат, да, создает колебания, колебания давления в виде звуковых волн, да, и за счет этого информация передается быстрее, чем просто, если перевести их в вещество. Так вот, вот этот способ, да, передачи не материальных, не материи, а, значит, да, за счет передачи волновой, вот это так называемый энергетический способ, быстрый способ. То есть, когда передается не материя, а передается энергия. Если мы посмотрим, значит, на способ передачи такой материи, мы, значит, вспомним о волнах, да, и волны у нас бывают поперечные и продольные. Если мы посмотрим, да, как передается волне энергия, то мы поймем, что, да, что движение происходит, но не происходит движение самой материи, да, а что тогда передается? Собственно, передача происходит именно энергии, то есть мы передаем не материю, а энергию. Что в поперечной волне, да, когда колебание происходит поперек распространения, направление распространения энергии, или, да, в продольной волне, когда колебание происходит продольно. Ну, примеры понятны, да, начиная от древности, да, это сигнальные костры, опять же, да, это, например, там-тамы, та же самая энергия, та же самая, значит, система оповещения, да, до сих пор так же работает. От привычной нам, да, электросвязи, то есть вся наша сейчас, да, сотовая связь, теле, видео, радио, все тут ясно. Вот, если говорим про, да, немножко обратимся к истории, например, один из таких вот интересных способов энергетической передачи информации был так называемый древнегреческий водяной телеграф, такие сейчас во многих греческих музеях представлены реконструкции, естественно, да, как вот информацию передавали на дальние расстояния кодированную, да, то есть, допустим, на одной башне стояло вот такое устройство, и на другой, да, с водой, в воде стояла трубка, да, палочка, да, с вот такими насечками, и каждая, да, каждая такая вот насечка что-то означала, какую-то одну информацию, да, например, там враги подступают, там, наоборот, все спокойно и так далее, ну, любая, любая информация, да, одновременно поднимался факел, да, на одной и другой стороне, и когда они одновременно, да, поднимали какой-то сигнальный огонь, открывался тут вот краник, и вода начинала вытекать, вода начинала вытекать, за счет этого, да, начинала, там, погружаться ниже вот эта вот палочка, да, и на какой-то момент, да, один из людей останавливался, убирал, значит, сигнальный факел, значит, они одновременно закрывали этот краник, и вот на другой стороне оказывало, люди могли прочитать именно то сообщение, которое хотели передать, вот это такое вот интересное древнее устройство. Если мы говорим, да, о современности, то, понятное дело, вот, да, радиовышки, радиосигналы, собственно, это тот же самый способ передачи сигналов не только, да, на поверхность Земли, но и дальше туда, в космос. Если мы говорим про акустику, да, то вот начинается с животного мира, да, там, дельфины, летучие мыши, да, и, соответственно, это же способ, да, радиолокации, когда испускаются звуковые колебания, они как-то отражаются, и по разнице вот этой вот, по разнице времени, да, дохождения отражения сигналов вот так ориентируются летучие мыши, так ориентируются, значит, дельфины, так ориентируются, вот, например, там, да, подводные лодки, потому что на глубине, да, у нас уже звуковые колебания гораздо медленнее затухают, чем электромагнитные, например. Вот, если мы, значит, говорим о энергетическом способе, то тут есть две опции, да, ну, в основном мы будем говорить об электромагнитных волнах и о звуковых волнах, да, мы не будем говорить о механических волнах, поскольку это редкий такой способ передачи сигналов. В основном, значит, мы будем говорить о двух электромагнитных и звуковых. Вот тут я хочу немножечко напомнить для тех, кто забыл, собственно, чем они отличаются, да. Если мы говорим про электромагнитные волны, то главное, что про них можно сказать, первое, что это волны поперечные, да, это волны, которые образуются за счет ускоренного движущихся заряженных частиц, да, они, такое ускоренное движение вызывает колебания электрического поля, которое порождает колебания магнитного поля, да, и это все распространяется, при этом колебания электрического магнитного поля, да, векторы происходят в перпендикулярных друг другу плоскостях, а направление движения происходит в другой перпендикулярной плоскости. Вот, соответственно, максимальная скорость распространения таких волн, она будет в вакууме, то есть они распространятся не только в среде и в вакууме, причем чем меньше, так сказать, сопротивление среде, тем скорость больше. И самая высокая скорость, это скорость в вакууме, в воздухе она практически равна скорости в вакууме, это 3 на 10 восьмой метров в секунду, то есть это так, как распространяется, да, свет и другие электромагнитные колебания, там солнце, собственно, практически большая часть сигналов, которые мы получаем тем или иным образом, она является электромагнитными волнами, и мы про это еще поговорим, когда сегодня будем говорить о типах сигналов. Звуковые волны, в отличие от электромагнитных, это волны продольные, то есть, да, когда вот среда, точки среды колеблется вдоль направления распространения энергии, направления скорости волны. Соответственно, звуковые волны распространятся как упругие волны механических колебаний, да, к механическим колебаниям, например, относятся те же самые волны на воде, о которых мы не будем говорить, когда источники сигналов. Соответственно, звуковые волны, поскольку это колебания именно среды, они не распространяются в вакууме. Вот, в воздухе скорость звуковых волн 340 метров в секунду, в воде и в твердом теле это в скорости выше, это 1000 метров в секунду, то есть, соответственно, в твердом теле скорость больше, чем в жидкости. Собственно, поэтому, например, преимуществом часто бывают звуковые волны именно, например, в воде, то есть, в море, а не на суше, как источник информации. Соответственно, про, собственно, виды сигналов в естественных науках поговорим, и про такой общей классификации, о том, какие сигналы вообще нужно обрабатывать, и что может служить источником сигналов. Первое большое деление сигналов – это по размерности. Ну, тут все достаточно ясно, что в первую очередь сигналы можно делить на одномерные. Одномерные сигналы – это все сигналы с датчиков, будем называть источный датчик, то это всегда одномерный сигнал. Это любые тональные сигналы, например, сигналы тоннового набора. Их можно использовать для синхронизации, их до сих пор используют. Речь – это тот же самый одномерный сигнал, любые аудиосигналы, как колебания давления по времени. Сигналы дистанционного зондирования, любые биомедицинские сигналы. Это одномерный сигнал, это значит, что есть какая-то зависимость от одной из переменных. То есть это либо зависимость одномерная от расстояния, такие сигналы достаточно редко встречаются. Чаще всего это, конечно, зависимость просто от времени, то есть изменение чего-то в какой-то точке, например, во времени. Ну, как пример, сигнал медицинский, сигналы ЭКГ, развертка, изменение во времени амплитуды колебаний, например, стука сердца и так далее. Это может быть аудиосигнал, акустический сигнал речи, запись амплитуды энергии звуковой волны. Например, слева это крик записан, справа это характерный вид амплитуды аудиосигнала, если записывать речь. Это одномерные сигналы. Значит, двумерным сигналом тут уже достаточно большее разнообразие. Относится текст, черно-белое изображение, термография, цветные изображения, многозональные и гиперспектральные изображения. Пойдем по очереди. Значит, текст и черно-белое изображение. Это все сигналы, зависящие от двух переменных, при этом сам сигнал является скалярной величиной. Если мы говорим про текст, имеется в виду это изображение текста. Когда у нас есть только черный или белый, значение может быть только черным или белым, то есть 0 и 1, то есть это именно такой двумерный сигнал. Соответственно, черно-белое изображение тоже самое. Сигналы термографии. Сигналы термографии. Да, ну вот черно-белое изображение, пример. Это обычное фотоизображение. Термография тоже, несмотря на то, что ее можно окрасить так называемые false colors, вымышленные цвета. Реально каждый пиксель изображения соответствует изменению теплового потока. Потока тепла, зарегистрированное сенсором в каждой точке. То есть ему дальше приписывается в зависимости от калибровки какое-то значение температуры. И можно поэтому для каждой точки или для каждой области расписать именно вот этот одномерный сигнал. То есть в данном случае сигнал все равно является скалярной величиной. Это вот картинка из недавней статьи нашей группы в журнале Physics of Fluids. И как раз получено распределение сигнала во времени. Сигнал в данном случае является пропорциональным, собственно, температуре в какой-то точке. Если мы говорим о цветных изображениях, то тут уже сигнал сам по себе, да, зависит от двух координат. Он двумерный, но сигнал уже не скаляр, а вектор. То есть это может быть вектор разной размерности. Если мы говорим о цветных изображениях, то это, да, мы знаем, что каждый пиксель вот обычного цветного изображения, там, да, снятого ПЗС матрицей, состоит из трех величин, то есть трех каналов. RGB, Red, Green, Blue, да. Если вот тут вывести, посмотреться внимательнее, да, то в красном канале мы, да, увидим, что, да, красные флажочки у нас дают чисто светлое изображение, да, а какой-то там, например, да, зеленый флажочек, синий флажочек даст чисто черное изображение, да. И вот когда они соединяются, да, там дальше экстраполяции, получается вот, собственно, изображение, которое мы видим. Можно такое изображение хранить не в канале RGB, можно хранить там в... Есть различные там способы, там, saturation и так далее. В общем, поэтому тоже у нас будет про обработку двумерных изображений отдельно посвящена лекция. Но суть в том, что в данном случае это трехмерный скаляр чаще всего, двумерное изображение, но сигнал является трехмерным скаляром. Сейчас уже пришло время, так сказать, многозональной или спектрозональной съемки, которая состоит в том, что если цветные изображения получены, да, сенсорами, которые чувствительны только в области видимого света, то можно создать сенсор, который будет чувствителен, значит, в разных диапазонах электромагнитного спектра. И вот в этих всех диапазонах можно соединить эту картинку, и у нас получатся, да, такие слои. То есть, например, можно иметь не только каналы, да, красный, синий и зеленый, да, но еще инфракрасный или ультрафиолетовый и накладывать их друг на друга. Или, например, выделять только какие-то два или какие-то три, да. В данном случае, то есть, это такой многомерный вектор. И вот сейчас, в последнее время, появилась возможность так называемой гиперспектральной съемки. Принцип тот же самый, но тут уже каждый пиксель представляет собой именно такую спектральную развертку интенсивности излучения. То есть, когда каждый пиксель говорит не об интегральной какой-то, да, значении света, да, в видимом диапазоне, а это именно распределение по различным длинным волн. Ну, обычно это, значит, видимый свет и немного в область инфракрасный и чуть-чуть в область, значит, слабого ультрафиолета. Ну вот, такие картинки, да, чаще всего используются обычно для сигнала со спутников. Проблема в их, конечно, во-первых, в их представлении, то есть, обычно их представляют в виде такого гиперкуба, да, где, да, в глубине это у нас, да, по длине волны, да, распределение интенсивности каждого пикселя, да. Ну и помимо, конечно, проблемы с представлением, есть, конечно, и проблема с обработкой. То есть, можете себе представить, что здесь у нас есть двумерный массив, да, в котором каждая величина, это не скаляр, а, да, вектор. Причем вектор, ну, понятное дело, что мы говорим, что тут непрерывное, да, значение изменений, ну, понятное дело, что речь идет просто о векторах, там, длиной не, там, 3, 5, 6, да, а где-то сотни с размерностью где-то, да, 100, 200 и так далее. То есть, проблемы большие с обработкой и, конечно, хранением таких сигналов, да. Если вот в общем и целом, да, говорить о разнице вот этих вот трех видов сигналов двумерных, то, если у нас RGB изображение, да, это 3 канала, мультиспектральное, это какое-то количество, да, большее количество каналов, но оно все равно счетно, да, это порядка, там, условно, 5 до 10, то гиперспектральное изображение, это вот, как я уже сказала, это сотни, сотни значений, да, одного пикселя, то есть размерность одного пикселя, вот. Вот, но это все еще по-прежнему у нас двумерные изображения, ну, да, двумерные изображения, двумерные сигналы, вот. Чтобы, значит, сигнал был трехмерный, да, надо добавить еще одну размерность. Вот, мы поговорим на следующем слайде, это вот пример, значит, как раз спектр радиометра, который вот и получает гиперспектральное изображение, это вот наложение очень многих каналов от 0,4 до 14 микрон, то есть это видимый свет плюс средний, средний инфракрасный диапазон, шлейф пепла вулкана над Камчаткой, то есть, например, в каком-то, в какой-то области спектральной, например, снимать такое изображение только в видимом свете, очень многих деталей можно будет не разглядеть, да, если мы накладываем очень много каналов, то тут уже появляется, да, мы начинаем видеть, так сказать, невидимое, и, например, можно там фиксировать излучение каких-то газов, которые в видимом свете, ну, просто будут прозрачны, например. Соответственно, да, про 3D мы, да, должны добавить еще одну размерность. Эта размерность может быть временем, да, то есть у нас есть двумерная картинка, которая изменяется во времени, тогда это будет сигнал S от X, Y, T, да, где у нас X, Y, это пространственные координаты, T, это время, тут все понятно. Есть у нас, но это может быть просто третья пространственная координата, да, когда мы говорим уже об объемных изображениях. Ну, вот, соответственно, такие изображения чаще всего вот в геофизике имеют место, когда у нас есть, да, какой-то там срез поверхности в глубину, и вот эти срезы как-то анализируют. Другой вариант, это в области газа, динамики жидкости и газа, например, следование мгновенных полей скорости в потоке, да, построение вот векторных полей потока, которые могут быть получены, например, путем засеивания частиц среды, каким-то там флуоресцентными частичками, да, их можно снимать. Дальше кросс-корреляционные методы, можно получить картину, причем, если снимать с разных ракурсов, можно получить картину как раз не двумерную, а восстановить вот эту вот трехмерную картину изображения. Про это тоже еще поговорим на лекции, посвященной как раз получению изображения и трехмерной реконструкции изображений. Вот, соответственно, последний вариант, да, когда у нас, например, а что если у нас в динамике изменяется трехмерная картинка, да, или тогда мы вот говорим о мультиразмерных сигналах, то есть многомерных сигналах, можно вот назвать как MD, multi-dimensional, да. Это могут быть динамические объемные изображения, как я уже сказала, например, мы движение среды можем зафиксировать не, да, в один момент времени, а в динамике, да, там, течение газа, но именно объемные, да, или те же самые карты геологические мы можем построить, например, во времени, как менялось, там, движение, там, не знаю, горных пород, вот. Вот, к ним относятся также и стереоизображения. То есть это все сигнал, например, от, значит, трехпростаточных координат, от времени и еще, еще можно добавить, да, к ним кучу каналов. Вот, ну, простой пример, да, это стереоизображения, да, которые вот получались, например, за счет того, что снималась сцена с разных углов, да, да, как у нас два глаза, да, снимают, так и если снять два изображения с чуть разных углов, все, наверное, видели, вот, возможно, такие картинки, то специальными очками можно было посмотреть вот эти стереокарты, вот, да, бытовой стереоскоп, 1860 год, вот такая старинная карточка. Может, кто-то помнит, в детстве были такие, да, трехмерные картинки, на которых, да, накладывалось. Это можно говорить о стереоизображениях, которые, да, вот сейчас вот в современном кинематографе тоже, да, используются, когда там, да, разные каналы, то есть это когда соединяются две картинки, например, разной поляризации, это тоже те же самые многомерные сигналы. Вот, например, такой стереоскопический эффект, да, может быть получен просто, да, за счет, вот, наложения, вот, быстро, быстрой смены вот этих вот двух кадров, да, на самом деле, так же и работает двумерное изображение, например, у кур, поскольку у них глаза находятся близко достаточно друг к другу, да, то такого 3D-эффекта, как вот у других животных, добиться просто так нельзя. Да, поэтому вот они так шатают головой, и получается из-за этого, за счет этого объемная картина. То есть, в принципе, тот же самый эффект, когда вот смотрите, да, на две различные фотографии, просто снятые с двух ракурсов, да, которые так вот сменяют друг друга. Ну, вот это, в пример, такого стерео многомерного изображения. Такие изображения можно обрабатывать, да, обрабатывать с тем, чтобы, например, можно было получать картину распределения глубины, так называемые карты смещения, disparity maps, можно вот построить. Есть целые алгоритмы в данном случае, это пример из MATLAB, но... Сейчас очень много, какие языки, да, это делают. Вот, с целью, да, построения вот этой картины, распределения глубины изображения. Это нужно, например, может быть вот в таких задачах, как, вот, например, Kinect Imaging, это консоль, есть Kinect-консоль, например, у Microsoft, есть и разные игровые консоли, и не только для игр, которые используются, вот это пример, например, журнала психофизиологии, да, пример, вот, собственно, одно такое устройство, вот, получает сигнал по многим разным каналам, которые, вот, можно разделить, да, на карту, вот, карту смещений, карту глубины, простой RGB-канал, да, и с наложенным на него, например, да, интерполирован возможным положением, да, скелета, в данном случае человека. Вот, соответственно, следующий. Разобрали все, значит, виды сигналов, какие могут быть, а что, собственно, может быть источниками таких сигналов. Ну, к одномерным сознательно я сейчас не будем обращаться, поскольку датчиков, да, может быть много, там, пьезодатчики, датчики давления, датчики температуры, да, термометры. Это все, в принципе, я думаю, не так, может быть, интересно, как получение двумерных и двухоболимерных сигналов, да. Поэтому вот рассмотрим все источники возможные сигналов, и реально, на самом деле, их не так много, если вот говорить об общей классификации. Первый основной источник – это, конечно же, электромагнитные силы. То есть реально, ну, если смотреть совсем, совсем издалека, да, то у нас есть четыре вида фундаментальных взаимодействий, да, электромагнитные, сильные, слабые, гравитационные. И реально вот в нашей жизни, на наших, так сказать, шкалах, да, временных и пространственных, мы можем использовать, в принципе, только, играют роль только вот именно эти электромагнитные силы. То есть даже те же самые, если мы говорим о звуковых волнах, это, в принципе, все равно, все равно все эти колебания имеют ту же самую электромагнитную природу. Вот, но мы тут разделим, значит, электромагнитные силы от звуковых. Значит, звуковые волны могут быть источниками, это могут быть пучки электронов, и это могут быть искусственно синтезированные сигналы. То есть реально вот у нас эти четыре таких разных источников, о каждом из которых мы вот сейчас по очереди и поговорим. Значит, начнем мы, конечно, с электромагнитных, с нашего электромагнитного всего. Это вот электромагнитный спектр, да, о котором мы уже говорили. То есть электромагнитные волны, значит, распределение генерируется, да, ускорен движущимися заряженными частицами, и реальный электромагнитный спектр делится просто по, значит, длине волны и частоте, да. Производная длины волны на частоту даст нам скорость, скорость электромагнитной волны, которая в вакууме и в воздухе равна, да, 3 на 10 восьмое метров в секунду. То есть чем больше длина волны, тем меньше ее частота, да, и наоборот. Соответственно, чем больше частота волны, тем больше ее энергия, да. Чем меньше частота и больше длина волны, тем энергии меньше. Вот если мы говорим о распределении энергии, то самая высокая энергетичная – это гамма лучи, далее идет рентгеновская область, ультрафиолетовая, известный нам видимый цвет, инфракрасная область, микроволновая, радиоволновая. Границы здесь, да, нарисованы так достаточно пунктирно, и реально они очень условны. То есть скорее это границы, которые делят не конкретно разделяют по длину волн, а больше по источникам. То есть, например, если мы говорим о тепловом излучении, даже если оно попадает в рентгеновскую или микроволновую область, мы все равно говорим, что это там инфракрасное излучение, да, а не микроволновое. Хотя, может быть, его длина волны вполне окажется где-то здесь, и так далее. То есть, если это, например, тоже свет, там, допустим, солнца, то мы все равно говорим, что это область, жесткий, например, ультрафиолет, но не мягкий рентген, поскольку рентгеном принято больше называть излучение, там, от рентгеновской трубки или синхротронное излучение. Ну вот, какая-то такая тут есть особенность. Значит, начнем с гамма-лучей, как самых высокоэнергетичных, и вот гамма-лучей, как источников сигналов. Какими сигналами, какие сигналы могут нам давать гамма-лучи? Ну, соответственно, да, у нас регистрируется всегда излучение, если мы регистрируем, оно может быть поглощенное, отраженное и собственное излучение, да. Это интуитивно понятно на примере, да, видимого света, да, и фотографии, да, просто вот обычной камерой, да. Мы можем смотреть, да, на просвет, мы можем... То, что у нас обычно снимается камера, это всегда отраженное излучение солнца. Если мы посмотрим, да, напрямую на солнце или там на свечку начнем снимать, мы будем регистрировать в том числе и собственное излучение. Так вот, значит, гамма-лучи то же самое. Они могут быть, значит, таким же источником излучения, который можно регистрировать, например, напрямую, как собственное излучение. Это обычно, конечно, излучение от астрофизических объектов. Например, да, очень когда-то, миллиарды лет назад произошел взрыв, значит, в созвездии Лебедя, которое вот привело к такому очень сильному... Очень сильным таким вот источником излучения, которые вот регистрируются в виде вот таких карт, например, распределения, да, интенсивности гамма-излучений вот в районе этого созвездия. Ну, например, карта плоскости галактики в гамма-лучах. Вот, можно, да, такие строить просто с учетом регистрации гамма-излучения по такой, значит, огромной области. Это будет тоже двухмерный сигнал. Вот. Ну, и, соответственно, гамма-излучение может быть и на Земле у нас. В основном, значит, использовать можно в медицине, да, когда за счет, значит, радиоактивного распада, людям часто, да, дают глотать изотоп, и какой-то, который, да, вот по-разному накапливается вот в тканях, и можно видеть и в костях, да, и можно видеть, да, различное его распределение, то есть можно видеть, да, внутреннюю структуру человеческих органов. Это, например, вот такое пэт-изображение головного мозга. Это пэт-это позитронной эмиссионной томографии, да. Это изображение мозга человека, который в моменте разговора по телефону и, значит, вне, вот в обычном состоянии. Вот слева видно как раз вот возбуждение вот области мозга, да, которое вот происходит в процессе именно вот непосредственно разговора по телефону. Тут даже телефон виден. Вот, но помимо, да, медицинских приложений можно и просто следить, например, за, получать сигналы о, например, излучении радиоактивных изотопов, что может быть важно, например, для контроля и, там, атомной ядерной безопасностью, да, ядерных отходов. Например, вот этот вот контейнер с этим, да, вот можно придумать, да, какой-то сенсор, который мог бы двумерную картину создавать, да, не в видимом свете, а именно в гамма-лучах и регистрировать, где, например, там происходит какая-то утечка. Следующий, да, тип излучения, это рентгеновское излучение, которое имеет чуть большую длину волны, и, соответственно, чуть меньшую энергию. Это излучение нам уже, как бы, более, скажем, привычно. Источником такого излучения являются рентгеновские трубки и синхротронное излучение. Ну, рентгеновская трубка, да, это простой электровакуумный прибор, да, в котором электроны за счет ускорения и быстрого торможения начинают испускать электромагнитную энергию в принципе во всем диапазоне, и частично очень маленькая часть этой энергии оказывается вот в этой вот рентгеновской области, которая достаточно энергетичная, да. То же самое с синхротронным излучением, то есть электроны ускоряются, например, там, да, по кругу в синхротроне или там вот есть линейные синхротроны, да, отдаляются за счет нудляторов, ускоряются еще больше, соответственно, дальше фокусируются уже как практически излучение видимого света, ну, за исключением того, что рентгеновские лучи не могут просто фокусироваться линзами, да, как видимый свет, тут уже используются зонные пластинки в качестве линз, но суть, в принципе, одна и та же. Дальше они просвечивают могут объект, и, например, рентгеновское излучение может использоваться, да, если это рентгеновская трубка, то в рентгенографии, то есть, да, в исследовании там органов. Если мы говорим о сосудах, то очень популярны так называемые ангиограммы, да, когда простого разрешения, да, недостаточно, надо, да, проглотить какой-то источник рентгеновского излучения, да, внутри, то есть, он как-то вводится, например, в сосуде, и сосуды, что называется, окрашиваются, да, ну, окрашиваются не совсем корректное слово, но вот они становятся видимыми, да, для рентгеновского излучения. Компьютерная тагморофия, это, в принципе, то же самое, да, что рентген просто много во многих-многих проекциях, да, то есть, она тоже основана на рентгеновском излучении, на регистрации рентгеновских излучений, но не двумерные, да, а вот построение вот этих вот трехмерных карт, например, про которые мы говорим. Более жесткий рентген, более энергетический, можно уже использовать, да, когда мы говорим не о человеческих там тканях, да, а просто о там вещах, например, кристаллография, микроскопия, рентгеноструктурный анализ, это все основано на регистрации рентгеновского излучения. Например, рентгеновский микроскоп, да, поскольку длина волны у нас, у рентгеновского излучения значительно меньше, чем у волны видимого света, это значит, что и разрешение пространственное у рентгеновского микроскопа по физике, да, оно будет просто лучше, больше, поскольку, да, разрешение, то есть именно увеличение будет больше, да, разрешение будет лучше, да, поскольку разрешение любого, да, оптического микроскопа, оно ограничено всегда длиной волны излучения, то есть мы не можем увидеть объект, который был бы меньше длины волны зондирующего излучения, да, ну и тут кристаллография, да, рентгеноструктурный анализ, собственно, да, то же самое, основано на том, что волны с меньшей длиной волны могут, так сказать, пройти глубже, да, и давать нам картину более глубокую, да, чем просто видимый свет. Поэтому, собственно, да, ультрафиолетовая регистрация тоже тут имеет преимущество по сравнению с видимым светом, если мы говорим о той же микроскопии. Или, например, может, поскольку, да, каждое вещество ведет себя по-разному в ультрафиолетовой и видимой области, оно может давать какую-то новую информацию. Вот, например, этот лимон, да, снятый в видимом ультрафиолетовом свете, и тут видно, что в видимом свете мы не видим вот эти области, да, уже появления плесени, которые регистрируются значительно раньше в области ультрафиолетовой, да. Другой способ применения, да, вот может быть такой, да, тоже вот изображение в видимом свете и изображение в ультрафиолете, которое вот явно выявляет, да, отпечатки пальцев, да, на какой-то структуре, которые в видимом свете были бы не видны. Другой большой пример использования – это флюоресцентная микроскопия, которая как раз относится к, собственно, ультрафиолетовой микроскопии, да, когда ультрафиолетовым излучением возбуждается, да, какой-то используется люминофор, либо сам объект является люминофором, то есть он поглощает энергию в ультрафиолете и далее излучает ее, да, за счет перехода энергетического может излучать, да, какой-то другой, большей длиной волны, меньше частоты излучения, его можно дальше регистрировать, да. Это пример, собственно, разницы одного и того же изображения, это пучка нейронов, снятые обычной фазовой контрастной микроскопией, это микроскопия видимого света и, собственно, флюоресцентной микроскопии, которая вот тут показывает, что имеет более детальное разрешение. Ну, если мы говорим о видимом свете, то тут, конечно, гораздо, гораздо больше можно найти примеров и таких, наверное, большого количества я вот сейчас приводить не буду, мы все понимаем, да, как строятся различные изображения, еще конкретно у нас будет целая лекция на тему, как вообще получаются оптические изображения, да. В целом оптический диапазон, он состоит из ультрафиолета, видимого света и инфракрасного, его вот общее название, это оптический диапазон так называемый. Ну, видимо, это то, что нам привычно, то, что как мы, собственно, наблюдаем наш мир. Хочу тут только для такого примера сказать о том, что, конечно, поскольку, да, в видимом свете мы получали, так сказать, наши первые сигналы, да, и поэтому, конечно, область вот этих получений сигналов видимого света, она и развивалась, да, начала развиваться раньше, и сейчас развивается значительно быстрее, чем все остальные. То есть, если мы говорим о сенсорах, например, рентгеновского, ультрафиолетового там микроволнового диапазона, то они, конечно, значительно вступают и по разрешению, и по, да, пространственному временному, и по технологичности, да, например, любым сенсорам видимого света. То есть, если говорить вот то сейчас, то самая большая, например, камера видимого света, матрица камеры, это камера 3200 мегапикселей, которые установлены на Large Survey Telescope LSST, это самый большой телескоп сейчас, который вот устанавливается и должен вот уже будет ввестись в эксплуатацию в 2023 году, там, естественно, задержки были в связи с коронавирусом, его установки. Ну, а это вот такая машина огромная, да, то есть сама камера размером 1,65 на 3 метра, да, вот с такой огромной матрицей, да, можно увидеть по разнице, да, по масштабу, вот. И, значит, вот эта камера, ну, понятное дело, что эта камера будет дальше использоваться как телескоп, то есть для съемок космоса, ну, вот, как пример, да, то есть матрица эта настолько большая, что вот, вот в области видимости, вот попадает, да, целых месяцев 7 диаметров Луны. А с высоты где-то 20 километров, да, на такой матрице можно будет разглядеть мяч для гольфа. То есть это как раз такие технологии, которые пока невозможно представить для сенсоров какого-то другого вида электромагнитного излучения, кроме видимого пока. Вот. Если мы говорим, значит, идем дальше, помимо видимого света, то дальше мы идем в инфракрасную область, собственно, с точки зрения физики, различия только в чувствительности, да, человеческой сетчатки. То есть многие те же самые ПЗС-матрицы на самом деле чаще всего являются чувствительны в том числе и в области, которая вне вот этого диапазона. Видимый диапазон, это мы говорим 0,4, там, да, до 0,75 микрометров, да, микрометров. Где-то вот в районе одного у нас уже начинается инфракрасный диапазон. Это вот данные со спутника Ландсад, это, собственно, вот те самые мульти, многозональная съемка, мультиспектральная съемка, да, когда у нас изображение одно разделяется, вот в данном случае на 4 канала по длине волн, то есть к синий, зеленый, красный, да, и дальше вот мы идем уже в ближнюю инфракрасную область, среднюю инфракрасную область, дальнюю инфракрасную область. Здесь можно, например, четко отделить, это данные со спутника, это, ну, просто область дельты реки, да, как, например, ярче выглядит река на изображениях инфракрасного диапазона. Собственно, из-за того, что мы знаем, что в видимом диапазоне у нас вода является прозрачной, ну, если мы говорим про чистую воду, да, то уже начиная где-то с 1,4 микрона у нас вода становится непрозрачной для электромагнитного излучения. И поэтому, например, на каких-то разных снимках можно очень четко проследить, например, источники воды, да, просто по съемкам из космоса. Соответственно, мы делим инфракрасную область на ближнюю инфракрасную область, это где-то там до примерно 3 микрон. Это область тоже, когда мы снимаем в основном отраженное излучение, то есть есть камеры, которые, да, чувствительны чисто в видимом диапазоне, а есть те, которые, да, с небольшими и такими дорогими доработками, будут чувствительны вот в области чуть больше, чем 0,75 микрометров. И можно вот получать такие картинки, преимущество которой является больше, лучшая, так сказать, дальность вот в съемках, так сказать, не в помещении, да, а в наружных наблюдениях. То есть из-за того, что инфракрасное излучение меньше поглощается, там, например, облаками, то есть там есть очень влажная атмосфера, да, то водяными парами тоже значительно меньше рассеиваются более длинноволновые излучения, чем видимый свет. И поэтому дальность видимости становится значительно лучше. Вот. Средняя инфракрасная область, это где-то от 3 до 15 микрон, это так называемое тепловое излучение. То есть в этой области сосредоточены излучения объектов при температурах, так называемых, привычных. То есть это в районе, там, от 20 до, там, 100 градусов Цельсия. То есть максимум, например, излучения человеческого тела приходится на область 10 микрон. То есть здесь у нас уже работает термография, то есть это получение карт температур на основе регистрации электромагнитного излучения и пересчета этого излучения по теории излучения абсолютно черного тела в карте температур. Когда, как я уже сказала, каждый пиксель, хоть и окрашен в так называемые искусственные цвета, реально представляет собой просто величину теплового потока от каждой точки. Еще пример. Это вот сравнение, это съемки обе тоже нашей лаборатории. Это съемка гидроабразивной резки, сверхзвуковая струя, которая выходит со скоростью до 300 метров в секунду из сопла, снятая в инфракрасные камеры и видимые камеры. Вот видимые камеры можно было снять со скоростью до 50 тысяч кадров в секунду, то инфракрасная съемка давала максимум 400 кадров в секунду. Это более интегральное изображение. А здесь, собственно, наложение где-то 4 или 5 снимков. Это еще раз повторяю, струя выходит со скоростью 300 метров в секунду из сопла. Это то, что даже глазом особо не заметить. Ну и последний, это дальний инфракрасный диапазон. Это уже область более астрономических наблюдений, так называемых. Либо вот другое прикладное применение дальнего ЭК, это вот регистрация, например, пешеходов, автомобилей, движения. То есть можно иметь камеру с достаточно маленьким сенсором, который будет просто реагировать на, допустим, максимум излучения, что, скорее всего, связано с тем, что тепловое излучение от людей и от животных, оно всегда больше, чем от окружающей среды, от предметов и вещей. Ну, либо, да, вот в дальнем ЭК, вот, как я уже сказала, съемка происходит космических объектов, поскольку, да, например, излучение реликтовое, да, это как раз происходит вот где-то вот в этом диапазоне на стыке инфракрасных и микроволнового излучения. И вот, собственно, все излучение космоса, оно вот как раз сосредоточено большей частью как раз в инфракрасном диапазоне. То есть, например, многие спутники, которые сейчас новые, да, выпускаются все больше и больше, у них есть датчиков не видимого света, а именно инфракрасных, поскольку вот там, ну, поскольку, во-первых, технологии начали постепенно, да, развиваться в области того, что вот тут уже, да, уже развивать особо так, такими масштабами уже нечего, да, вот начали развивать и вот эту область, то есть постепенно идет улучшение сенсоров именно вот в этом диапазоне. Там свои проблемы, поскольку, да, там простой кремний, например, простые кремниевые диоды, полупроводники не очень хорошо вот тут работают, да, тоже, например, простой, да, оптика та же самая, простое стекло тоже оказывается после двух микрон непрозрачным для инфракрасного излучения, что, соответственно, тоже очень сильно сказывается и на цене этих приборов, и на технологии, вот именно производство оптики, там, да, свои проблемы. Не будем сильно касаться, перейдем к микроволнам. Тут, в принципе, да, то же самое. Микроволны – это волны с длиной волны от где-то одного метра и больше, ой, от одного, простите, миллиметра и больше. Значит, это не только, да, которое микроволновое излучение, микроволновки – это и то излучение, да, которое в сотовой связи используется, в радиосвязи, в телесигналах. Для получения, например, изображений тоже можно использовать, собственно, источники, да, и сенсоры, ну, вот, видим, это, значит, рука человека, это, вот, изображение крысы, то есть, и чаще всего, да, это именно в области безопасности используют такие камеры, да, чтобы видеть сквозь, да, какие-то твердые предметы, которые, да, являются непрозрачными видимым в свете. Ну, в данном случае, вот, микроволновое изображение показывает, что вот здесь есть какой-то объект, ну, вот, по форме, да, напоминающий оружие. Ну, как видим, вот, еще раз, да, чем, как я уже говорила, меньше длина, больше длина волны, тем хуже разрешение пространственное, это очевидно, да, если в области, там, рентгеновской, рентгеновских микроскопов мы могли бы, да, снимать, вот, видели, да, человеческий волос в видимом свете, да, тоже там разрешение все ограничено, как я уже сказала, там, длиной волны, то вот уже, да, микроволновые изображения, ну, явно они не очень четкие. Но, опять же, так, такие изображения не преследуют с собой целью, да, иметь какое-то, там, да, микроскопическое разрешение, а используют для другого, что можно, например, просто просветить, да, что-то твердое и непрозрачное для, например, другого вида излучения. Вот. К радиоволнам, да, мы увеличиваем еще длину волны, и к радиоволнам уже относятся получения, да, всем известных МРТ-изображений. МРТ-изображения, основанные на явлении ядерного магнитного резонанса, когда в магнитном поле, да, у нас спин электронов и ядеров может перестраиваться за счет того, что вот радиовозлучением просвечиваются у нас, ну, в данном случае ткани, если объект. В тканях человека в основном источником, да, такого излучения являются молекулы водорода, вот, ну, и молекулы водорода присутствуют у нас в достаточно большом количестве, как часть молекулы воды, из которой практически полностью состоит, да, и, да, вот, разные типы тканей, да, по-разному, разное содержание, да, молекулы водорода, собственно, может визуализироваться, да, на таких изображениях. Вот. Это, например, если это мы говорим о двумерных сигналах, то вот можно получить трехмерные, многомерные сигналы за счет таких вот МРТ-изображений, в том числе в динамике. Это вот так называемый кардио-МРТ, МРТ-сердце, да, который вот показывает конкретно стук, да, движение, да, в реальном времени, можно сказать. Вот. Соответственно, последнее, что хотелось бы, наверное, сказать про электромагнитные источники сигналов, еще раз, это то, что с увеличением, да, длины волны, как я уже сказала, уменьшается частота, частота излучения, уменьшается его энергия, и, соответственно, изменяются размеры как источника, так и приемника сигнала, да. То есть, опять же, мы знаем, что, чтобы принять, да, сигнал одной длины волны, и сигнал другой, значит, меньшей длины волны, нужен иметь и соответствующий приемник. То есть, как пример, это, например, радиосигналы, да. Мы знаем радиоприемники, например, обычные, вот, да, если мы говорим, там, 100 fm, это что значит? Это 100 мегагерц, да, 100 мегагерц, 10, 100, 10 во второй на 10, 6, 10 в восьмой, да, 3 на 10, 8 метр в секунду, это скорость, то, соответственно, скорость на частоту, да, дает длину волны, то есть, длина волны, это примерно 3 метра, да, чтобы такую длину волны, волну поймать, то есть 3 метра, это длина волны, вот, вот, FM, FM радио, да, которые вот везде у нас вокруг распространяются, да, чтобы принять такую длину волны, зарегистрировать, нам нужен, как минимум, да, в четверть длины волны антенны, да, и поэтому вот антенны такие длинные у FM приемников, да, и поэтому, собственно, FM приемников нет, да, в современных телефонах, да, соответственно, дальше уже идет, например, стандарт, там, GSM связи, это, там, GSM 900, GSM 1800, это 1800 мегагерц, то есть можно, да, оценить дальше, что все меньше и меньше длина вот этой волны, которую нужно зафиксировать, соответственно, когда, да, у нас пришла необходимость уменьшать, да, устройство сотовой связи, тогда пришла необходимость, собственно, и менять стандарт, то есть менять вот эту частоту, на которой вот происходит их передача, да, и уже там, да, те же самые 5G, да, 4G, это все там уже там 2400 мегагерц и выше, соответственно, это все меньше и меньше для волны, и все меньше и меньше антенна, которая нужна, чтобы принять такие сигналы, вот, ну вот это такое, значит, такая заметка, так сказать, на полях про прием вот физических сигналов, вот, следующим будут у нас звуковые волны, к которым мы, наверное, перейдем уже на следующей лекции, вот, так что эта лекция закончилась, спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!